В деревне Грузина Чудовского района началось строительство причала. Намеченные планы подрядчикам сегодня, правда, сбила погода и штормовое предупреждение. Но на сроках сдачи это не отразится, уверяют строители. О будущем этого объекта в материале Татьяны Барковой. Работы только начались, а причал для теплоходов обещают открыть уже в начале августа. Сегодня собрались устанавливать сваи, но штормовой ветер все планы нарушил. Подъемным краном в такую погоду пользоваться нельзя, однако работы мало не бывает. Рядом с будущим причалом начали монтировать мостик для схода с пришвартованных судов. Работы идут в графике, по плану. Сегодня штормовое предупреждение, поэтому мы в таком спокойном режиме, можно сказать, сегодня у нас день простой. А вообще часто мешает вот так погода? Нет, сегодня, я бы сказал, первый день такой уж ураганный ветер. Сроки никак не сдвинет? Я думаю, нет. Ну, это бывает. Погода тоже вносит свои коррективы, но это незначительно. Причал будет небольшой, 65 метров в длину, но для остановки в деревне Грузино больше и не нужно. Рассчитан он на швартовку одного судна вместимостью до 200 человек. Как раз для круизного лайнера. Первый, кстати, прибудет в порт уже этим летом. В этом году предусмотрен первый круизный маршрут из Москвы в Великий Новгород. Этот маршрут пройдет через Старую Ладогу, через Кириши, по реке Волхов. Будет остановка в Грузино. Место для причала выбрали не случайно. Когда уровень воды поднимается, некоторые суда рискуют задеть верхушкой Волхов мост в Чудово. В таком случае лучше переждать в порту. Также неподалеку расположена усадьба Аракчеева. Теперь добраться сюда станет возможно и по воде, а сам объект можно будет включить в программу одного из круизных маршрутов. Больше туристов, больше и средств в казне региона. Для Новгородской области строительство причалов – это в первую очередь увеличение туристов, которые теперь смогут добраться до достопримечательностей Новгородской области и по реке. Ну и также новгородцы смогут посетить другие регионы на теплоходе. На создание причала уйдет порядка 50 миллионов рублей. Такое же планируют построить в Великом Новгороде. Монтажные работы обещают начать в ближайшее время. И уже осенью круизные теплоходы станут частыми гостями нашего города. Татьяна Баркова, Михаил Серов. Новости Новгородской областной телевидении.